Уважаемые евреи, шановные еврейские храмады, Киев это Украина, сегодня, пятницу, Эрр Шаббат Баха Алло Исхо, 18 день Сиван, Ютхас Сиван, я с вами разговариваю прямо от синагогов Бабияр, мы все знаем, что за последние четыре месяца происходит война против Украины, мы знаем даже, что тут в Бабияр попал тоже снарады, которые были отправлены в российские армии, и я решил, что когда я приезжаю сейчас в Киев, что я обязательно должен посещать Бабияр, потому что Бабияр для нас это не только символ того, что было во время войны, это не только символ Холокост и как евреи погибшие здесь, но сегодня оно является символом восстановления еврейской жизни на Украину. Вот эта синагога, в которой мы находимся в нем сейчас, был восстанавливан для того, чтобы евреи, которые еще живут на Украине и в Киеве, чтобы имели место, куда молиться, в память тех евреев, которые погибли во время войны. И поэтому то, что мы сегодня тут, то, что Бог дал нам возможность дальше жить и процветать на Украине, и то, что мы уверены, что заканчивается война, и еврейский жизнь будет продолжаться, и она не останавливается. Оно не останавливается после Холокост, когда фашисты пришли сюда в 1941-1943 году, и после этого был восстановлен еврейский жизнь, и она не будет останавливаться сейчас, когда сегодня российская армия, которая может быть очень похожа на фашистские армии, и тогда приходит и воюет против Украины и украинский народ. И поэтому мне кажется, что это очень важно, что я тут, важно, что работает открыто, что сюда могут приходить люди, могут помолиться. Здесь Бабияр, это память, которая даже несмотря на то, что есть такие люди, которые хотят сказать, что на Украине есть фашизм и нацизм, тут доказательства, что такого нет. Наоборот, я хочу отметить, что те же люди, та же российская армия, и в Харкове они бомбардили синагогу, еврейская община Харкова и Шива, они уничтожили еврейская община и синагога в Мариупол, они снарады, которые они, кроме того, что они здесь, в Бабиньяр, в разных, и в Дробыцкий яр, и в разных еврейских кладбищах по Украине тоже, то есть люди, которые говорят, что они хотят воевать против фашизма, в самом деле они себя ведут очень-очень, как фашисты, намного более похожи, как фашисты. Мы можем сказать, что Украина, слава Богу, развивается демократическая община, демократическое государство, демократическая жизнь, которая процветает в нем и жизнь еврейского община Украины, и будет и так и дальше процветать. Что слава Украине! Мы должны быть благодарны и Украине за то, что они дают и дали, и будут дальше давать возможность евреям тут жить и процветать. Но в первую очередь мы благодарны Богу, что слава Богу мы имеем тут синагоги, которые работают, и Шивы, школы, и мы хотим, чтобы это все восстанавливалось, когда заканчивается в скорое время война. Так что шаббат шалом всем! Дай Бог, чтобы был хороший шаббат! Спасибо за внимание! Шаббат шалом!